Работники бюджетной сферы могут претендовать на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения на первичном рынке. Специалисты управления жилищной политики уже приступили к приему документов от горожан. О том, какие условия новой жилищной программы, расскажем подробнее в следующем сюжете. Медицинские, образовательные организации, а также учреждения физической культуры и спорта, социального обслуживания населения. Это далеко не весь перечень мест работы специалистов бюджетной сферы, которые имеют право на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. Семья Медленных, Максим и Елена, работают в городском доме культуры. Узнав о начале приема документов, медлить не стали и приступили к сбору всех необходимых бумаг. Конечно же, важно, особенно, наверное, когда в семье появляются дети, и эта проблема, наверное, становится острее. Вообще, я считаю, что существует много программ, но бывает так, что не под все программы подходим, может быть, где-то уже возраст не тот. Но все-таки я считаю, что это очень важная вещь, что такие программы существуют, и ими надо обязательно пользоваться. Все доступно, то есть особо никаких сложностей нет. Конечно, надо где-то побегать, пособирать документы, подготовиться, но я говорю еще раз, дело того стоит. Обязательными условиями для участия в программе является гражданство Российской Федерации, проживание на территории Малнинска автономного округа, наличие нуждаемости в улучшении жилищных условий. Важный момент – приобретаемое жилье должно быть на первичном рынке. Им предоставляется жилое помещение, они должны будут взять ипотеку, приобрести квартиру, и 40% от стоимости данного жилого помещения в новостройке будет компенсировать Департаментом строительства и жилищной политики. Но при этом специалисты бюджетной сферы обязуются выполнить ряд условий трехстороннего соглашения, который заключается между ними и Департаментом строительства и жилищной политики автономного округа, а также организации бюджетной сферы, в которой трудоустроен участник программы. А именно – не совершать действия и гражданско-правовые сделки с приобретаемым жилым помещением в течение пяти календарных лет и столько же отработать бюджетной организацией. Специалисты Управления жилищной политики готовы более подробно рассказать об условиях участия в этой и других программах по улучшению жилищных условий для жителей Лабутнанги.